Здравствуйте! Для начала маленький дисклеймер. Я уже давно горю идеей сделать видео про Якудзу 0, в котором я расскажу об игре для людей, которые по каким-то причинам пропустили серию мимо себя, или может быть просто не знают английский, и я уже даже начал записывать геймплей для этого. Ну потому что я не могу просто взять и спиздить чьи-то летсплей с ютуба, мне совесть не позволит, мне так не воспитывали. Но, как выяснилось, это займет у меня немало времени. Игра довольно растянутая, и несмотря на то, что она при этом очень хорошая, она уже немножко сидит у меня в печенке. А теперь мне приходится проходить ее еще раз, чтобы записать геймплей, который потом придется нарезать. Короче, когда-нибудь. Но зато сегодня я вместо этого расскажу вам о полнометражном фильме, снятом по мотивам первой части игры. И если вы, как и я, давно знакомы с серией, но сейчас такие, в смысле, а там еще и фильм есть, то я в свое время тоже охуел, это нормально. Если вы не имеете вообще никакого понятия о том, что такое Якудза, то что вы здесь забыли, блять? Это, во-первых, форма организованной преступности в Японии, а, во-вторых, серия игр про секси-деда по имени Кирио Казума, члена клана Тодзю, который раз за разом оказывается посредине какой-нибудь драмы, местами, кстати, недурно срежиссированной, с участием большого количества бандитов, политиков, мусорской массы и прочей нечисти прямиком из социального дна. Занимаетесь вы в этих играх в основном тем, что бегаете по кварталу Камурачо, вечно кого-то ищете и параллельно с этим нещадно пиздите людей, ну, например, велосипедами. На этом я закончу свое описание Якудза, если я вас заинтриговал, дальше ждете в интернете, не маленькие. Однако, хватит прелюдий, давайте уже смотреть фильм. В самом начале фильма, под довольно бодрую музыку, нам показывают нашего главного героя, Кирью Казуму, который куда-то бежит и, судя по всему, что-то ищет. Куда бежит и что ищет, нам рассказывать не торопятся. Вместо этого нам показывают что угодно другое. Вот, например, местный бандит закупается в пятерочке. Комерен, не смотрят на них, нет? Нет, не смотрят на них. Смотри, что вы видели? Гоку доуга в комбинате, что неправильно было? Нет, нет, нет. Скажи, что гипно не случайно было, нет? Нет, нет? А вот, к примеру, два долбоёба безуспешно пытаются ограбить банк. Но тут появляется детектив Даты, один из ключевых персонажей в игре и старый знакомый Кирью, которого здесь можно узнать исключительно по бежевому пальто. А следом нам показывают вот эту замечательную парочку. В сюжете игры они фигурировали никак. Их просто не было. И если вы спросите, зачем они нужны в фильме, я вам отвечу. Низачем. Вообще, каждую сцену с их участием можно абсолютно спокойно вырезать, и фильм от этого не вытеряет абсолютно ничего. И вот мы, наконец, возвращаемся к Кирью, который просто зашёл в магазин. Из этой сцены нам становятся понятны две вещи. Первое, это то, что Камурачо, это такой район, где тебе, в принципе, без объяснения причин могут отвесить по ебалу. Второе, это то, что Кирью в такой ситуации не чувствует особого дискомфорта и способен без особых проблем раскидать полдюжины толбоёбов. О! Какие люди! Опуская подробности, в какой-то момент Кирью заканчивает плясать с районными пацанами. И покупает... Теперь нас знакомят с ещё одним ключевым персонажем по имени Маджима Горо. И первым делом он, как бы невзначе, рассказывает нам очень важную для сюжета вещь. У Клана Тодзю кто-то умыкнул 10 миллиардов йен. И эти самые 10 миллиардов являются и креугольным камнем сюжета первой якудзы. Если вы не знакомы с серией и не знаете, кто такой Маджима, то тут стоит упомянуть, что он... это... абсолютно отбитый социопат. И вот Маджима отправляется на поиски Кирью, ну, потому что он его очень любит. А мы пока возвращаемся вот к этим тундлбоёбам. И, как выясняется, девочка всё-таки успела вынести кассу из того магазина. Тем временем ситуация с неудачным ограблением банка немного проясняется. Как оказалось, незадолго до попытки ограбления кто-то обналичил 10 миллиардов йен, принадлежащих клану Тодзю. А поскольку такая крупная сумма денег, да ещё и принадлежащая криминальной группировке, раскидана по множеству маленьких банков, конкретно этому филиалу пришлось выдать всю свою наличность. Но это так, к слову. В следующей сцене мы видим, как какая-то девочка корнет бездомную собаку тем самым кормом, ради которого Кирью пришлось раскидать пачку местных бандитов. И на этом моменте у вас могут возникнуть вопросы. Ну, например, кто эта девочка? Какое отношение она имеет к Кирью? Причём здесь собака, в конце концов? И если вы ещё не поняли, фильм не собирается давать вам ответов на эти и подобные вопросы. Ну или, по крайней мере, не сразу. Теперь нас знакомят с ещё одним персонажем. Таинственным корейцем, который молчит, потому что не говорит по-японски. В игре его, кстати, тоже не было. Но в фильме, по крайней мере, играет куда более значительную роль, чем некоторые другие персонажи. Однако, что он здесь делает и где он вообще находится, нам пока, опять же, не объясняют. Если вы ещё не поняли, монтаж у меня в крови. Так вот, после того, как ребята вынесли очередную кассу, парень, наконец, задаёт один очень важный вопрос. Мол, а нахуя тебе все эти деньги, девочка? На что девочка абсолютно резонно отвечает ему, лобешником в ебальник. Ну, как бы правильно, а чё это он вопросы задаёт? Охуел, что ли? Тем временем, Маджума со своей бандой терроризирует окрестные улицы и параллельно пытается найти Кирью. Кстати, возможно, некоторые из вас хотят спросить, мол, Чувак, а тебе не стрёмно вот так вот просто выкладывать нарезанный фильм? Ты не боишься, там, копирать страйков или чего-нибудь подобного? На что я вам абсолютно спокойно и отвечу, что, мол, вон он целиком на ютубе и лежит. Это же японцы, им поебать. Итак, пока в перилке происходит красивый замес в лучших традициях 90-х, Маджума под шумок заходит в магазин с DVD-дисками, в застянках которого оказывается секретный проход. И тут я хочу сделать маленькое лирическое отступление. В первой части Якудзе фигурировал персонаж-флорист. Вот этот дядька. Он сидел в тайном подземном квартале под названием Чистилище и выполнял роль информатора, через которого можно было узнать чуть ли не что угодно о происходящем в Камурачо. Здесь же роль информатора исполняет вот этот пацан. Что за санчо-флористом Кирючан-флористом? 100-000-е. 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 Кто? Да, этот пацан мазохист, который торгует информацией, в том числе за то, что его пиздят. Я понимаю, что делать целое чистилище было, наверное, очень дорого, но хоть дядьку-то можно было оставить. А еще этот пацан торгует оружием. МОНСТЕР КИЛЛ Если что, я сейчас ничего не придумал. Он действительно вот с этой лыбой сказал, что от него ушла жена и забрала ребенка. С этого момента нам начинают потихоньку, по талонам, но все-таки выдавать важные детали сюжета. Девочку зовут Харука, и Кири занимается тем, что ищет ее мать. Зачем он это делает и как они вообще познакомились, этого фильм не объясняет вообще. Между делом, детишки ограбили очередной магазин и насобирали уже 700 тысяч йен. Но девочке этого мало, и она предлагает парню приобрести пару пистолетов. Ну, чтобы облегчить процесс изъятия денег у честных налогоплательщиков. После этого нам показывают маленькую интермиссию. И она настолько хорошая, что я оставлю ее целиком. Наслаждайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В поисках матери Харуки Кири попадает в клуб, которым завязывает тот самый парень, у которого укрывается таинственный кореец. Зовут парня, кстати, Казуки. Но какая разница, он появится еще в паре сцены, ничего серьезного не сделает. Важно только то, что через него Кири получает выход на того самого информатора-мазохиста. Детектив Дате и прочие служители закона тем временем чистят улицу, на которой совсем недавно тусил Маджима со своей бандой. Между делом выясняется еще одна интересная вещь. В сиротском приюте Харуку навещала ее тетя по имени Юми. И Кири ее знает. Она работает в местном баре под названием Сирена. Ну, в смысле, наверное, Силена, но... Японцы. Однако в баре произошел погром. И Юми там, естественно, нет. И вот нам, наконец, раскрывают личность таинственного корейца. Он оказывается киллером, которого прислала корейская мафия, чтобы убить Джингу. Джингу — это политик, купленный кланом Тодзио, и именно он обналичил 10 миллиардов йен. Однако нам тут же объясняют, что Джингу являлся просто исполнителем, и деньги находятся у кого-то еще. Кири и Харука тем временем направляются к информатору-мазохисту. Но не тут-то было. Кири и Харука. Продолжение следует... Однако не будем торопить события и вернемся к нашим старым знакомым. Таинственный кореец покупает оружие и заодно расспрашивает информатора о своей цели Джингу, который сегодня должен появиться в баре, находящемся на одном из последних этажей башни Миллениум Тауэр, находящейся в самом центре Камура Чо. И согласно информатору, он должен прилететь туда на вертолете. Анастасия. О! Анастасия. Девяне. Погнал «со!» Таинственный конец. Дома и господа, вы только что познакомились с моей бывшей. Дома и господи. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а? Засранец, вонючий мать. 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 Ребята вроде бы убегают от гопников, но дальше в сюжете начинает происходить какая-то абсолютная дичь. Засранец, вонючий мать. 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 Вопреки всему, Кирью все-таки попадает к информатору. К сожалению, информатор не знает, где найти Мидзуки, но Юми из Бара Сирена скорее всего скрывается в Тоген Кьё. Ну, вы поняли. Джакузи. А еще информатор рассказывает о том, что погром в Баре Сирена устроили ребята Нишики Ямы. Те самые, которые напали на Кирью в магазине в самом начале фильма. Но о том, кто такой Нишики Яма, мы поговорим чуть позже. Не теряя времени даром, Кирью и Харука приходят в вышеупомянутый Тоген Кьё, где их ожидает очередной сюрприз. Даром, Кирью и Харука приходят в гостях. Даром, Кирью и Харука приходят в гостях. Итак, что можно сделать в такой критической ситуации? Конечно же, послать маленькую девочку под пули. Тайм. Даром, Кирью и Харука приходят в гостях. Да? Даром, Кирью и Харука ждут. Аんた殺すからね困ったのうはい撃ち方始め ダメダメ、ダメヨ、ダメヨ ダメヨ 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 Но это уже совсем другая история. Кирью находит Харуку и теперь они могут продолжать искать Сьюми. Но вы же не думали, что всё так просто закончится? Кирьюちゃん, скоро, 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 скоро. Кирью, судя по всему, откровенно заебался драться со своим бойфрендом и поэтому абсолютно не сопротивляется. А вот Маджуме, очевидно, решил отыграться на нём за всё хорошее. Кирьюちゃん. Итак, позвольте познакомить вас с ещё одним персонажем. Это Каза Машинтаро, большая шишка в иерархии клана Тодзю и по совместительству чуть ли не приёмный отец Кирью. В фильме он упоминается буквально пару раз и очень вскользь. И здесь выполняет функцию бога из машины. Ну, в смысле, он появляется буквально в одной сцене, спасает Кирью от верной смерти, рассказывает, где найти Мать Харуки. И, в общем-то, всё. А ещё здесь необходимо, наконец, поговорить о том, кто такой Нишикияма, о котором мы несколько раз слышали по ходу фильма. Нишикияма Акера — это названный брат Кирью, который фигурировал в сюжете Якудзу 0, где был таким весёлым, добрым потлачём. И, конечно, в сюжете первой части, где за 10 лет, который Кирью сидел в тюрьме, по определённым причинам немножко поехал кукухой и стал злым потлачём-антагонистом. А в фильме его роль исполняет японский Николас Кейдж. И вот, казалось бы, все кусочки пасла собрались воедино, и можно уже идти встречать Мидзуки. Но здесь наших героев настигает очередной сюрприз. Ледяний Шикияма хватает Харуку и оставляет Кирью с лишней дыркой в пузе. Но вы за него не переживайте, он парень крепкий и сумел доползти до местного доктора, который его успешно зашил. Перед уходом Кирью бросает взгляд на холодильник полно непонятных напитков. Форма тары может навести вас на мысль о том, что это какой-нибудь боярышник, но на самом деле это местные энергетики. В игре они выполняют роль аптечек, и пьёте вы их настолько много, что большую часть игры ваш инвентарь выглядит примерно вот так. А ещё из-за всей этой темы с энергетиками напрашивается одна очевидная аналогия, но придумать хорошую шутку по этому поводу мне мозгов не хватило. И вот наш герой ползёт вызволять девочку из Лапни Шикиямы, и тут в воздухе раздаётся характерный звук. Естественно, это Джинку, который летит в Миллениум Тауэр. Вы же ещё помните, кто такой Джинку, да? Здесь опять же напрашивается шутка про азиатов, которые не имеют водить. Но это будет расизм, а расизм — это плохо, и за это меня смешают с говном в интернете. И вот, наконец, мы добрались до кульминации. Два протона собираются бить друг другу ебало. Искай! Сука! Ебан! Улетай! Да блядь, сука! Ебан! Да как ей ёбнуть, блядь, дебил, сука! Ебан! Сука! Естественно, Кирио огребает сочные пизды, потому что нехуй драться с Николасом Кейджем. Вы видели, в скольких боевиках он снимался? Кирио 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 Итак, Кирио встречает свою смерть от рук Нишикиямы и... Ладно, ладно, это очень тупая шутка, я не буду её шутить. Согласно лучшим анимешным канонам, Кирио достоит из рукава туз в виде бутылочки Теуринера. От такой хуйни у Нишикиямы возгорается жопа, аж по самые плечи. Согласно лучшим аниме. В этот момент, словно по сигналу, на сцене появляется Юми и раскрывает страшную правду. На самом деле, она и есть Мидзуки, и 10 миллиардов йен украла тоже она. Сделала она это за тем, чтобы с их помощью выманить Джингу, а потом взорвать их вместе с ним. Зачем ей убивать Джингу? Да какая, в общем-то, разница, решили люди, которые писали сценарий к этому фильму, и, естественно, не стали ничего объяснять. Кстати, про Джингу. Вам, наверное, интересно, какую роль он сыграет в этой истории. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok И вот, в общем-то, и все. Джингу умирает от рук корейца, не сделав абсолютно ничего. Юми взрывает себя вместе с деньгами, умирая абсолютно бессмысленной смертью. А 10 миллиардов йен разлетаются по всему Камурачоно радость толпе. Да, Маджима, кстати, не сдох. Потому что, ну, естественно, он не сдох. Кири и Харука тоже выжили во взрыве. Опять же, потому что, ну, естественно, они выжили. Нет, я, конечно, все понимаю, но девочка тебе 10 лет. Ты не должна задавать такие вопросы взрослым мужчинам. Ну, вот и все. Давайте подведем итоги. Удалось ли авторам создать достойную экранизацию хорошей видеоигры? Нет. Получил я удовольствие от просмотра. Ну, в принципе, наверное. И последний, наверное, самый главный вопрос. Зачем я делал это видео? Да хуй его знает. Субтитры сделал DimaTorzok